Всем привет! Ну что ж, у всех зимнее настроение, и у меня также зимнее настроение, несмотря на то, что у нас опять вернулось лето, безумно жарко на улице, хотя сегодня так более стало вроде прохладно, позавчера вообще было 30 градусов. Сегодня я буду делать для вас зимний таг, который я назвала зимний таг с изюминкой. Я взяла оригинальные вопросы зимнего тага на английском языке, перевела на русский, но последние три вопроса убрала и добавила один свой вопрос. И у меня так получится в одном видео, я соединяю два видео, о которых я, между прочим, спрашивала на инстаграме, и вы мне дали совет, и я его взяла. Так что приступаем к тагу. Первый вопрос этого тага. Любимый лак на зиму? Любимый лак на зиму, они будут темные цвета, темные лаки, у меня нет одного какого-то любимого лака. Мой самый любимый лак всех веков и народов, это красный лак, неважно какой сезон, но зимой я почему-то очень люблю темные лаки. Давно в инстаграме мне Ванесса написала, что я зимой не буду носить светлые лаки. Да, я тоже зимой ношу светлые лаки, но я темные лаки не ношу летом, поэтому темные лаки для меня не зимние лаки. Не потому что зимой я не ношу какие-то другие цвета, а именно потому что летом я не люблю почему-то темные лаки. И у меня вот есть таких три лака, вам показать Они все очень темные, вот видите, они все очень темные Это такой синий, хотя его летом пыталась носить, но что-то у меня с ним не потекло Вот зимой я с ним более дружу У меня есть такой зеленый, который на ногтях уходит в черный с таким зеленым отливом И вот недавнейший мой лак-подарок с Москвы от Ли Она мне прислала Golden Rose, вы, наверное, эту фирму знаете Вот такой вот, как вам показать, вот такой вот бордовый лак Который тоже выглядит на ногтях как черный и с таким, знаете, как бы цветом черешни отливом В общем, вот такие лаки я обычно наношу только зимой, летом и вообще в другие времена года Почему-то мне не хочется их носить, поэтому для меня вот такие вот любимчики зимних лаков Второй вопрос, любимый продукт на зиму? Ну тут, наверное, тоже не отличусь Вообще на зиму мы все, наверное, любим что-то, чтобы увлажняло наши губы У меня губы вообще-вообще не сухие, но я все равно люблю их на ночь, например, увлажнять Или дома, когда я просто хожу увлажнять В этом году у меня будет любимчик однозначно Вот такой вот Ли Баттер от Ниве Этот идет с Блубери Это, по-моему, черника, да, Блубери? В общем, я его купила, когда вот ездила И мне безумно нравится И мне очень-очень нравится И его и вкусы Ой, запах у него просто шикарный Очень, в общем, он мне нравится А из таких зимних продуктов, как помады В этом году меня понесло на что-то очень странное Я, по-моему, упала головой вниз Я пользуюсь вот сейчас за последнее время вот таким блеском от Баксом Я его уже получила в подарок с Сифоры 100 лет назад Я даже не помню, в каком-то цвете Это в цвете Лесси, по-моему Ой, тут не видно очень хорошо То ли Лессли, то ли Лесси В общем, что-то такое Я посмотрю точно Я оставлю вам ссылку внизу Не знаю, почему она меня потянула на блеск Я вообще блески не люблю Но я им с удовольствием сейчас пользуюсь Это не значит, что я побегу сейчас покупать блески Совсем нет Я как блески не любила, так не люблю Но почему-то этим с удовольствием пользуюсь И он еще так сильно-сильно пощипывает губы Он такой мятноядерный В общем, с удовольствием пользуюсь И буду им пользоваться И второе, чем я пользуюсь Это вот такой вот Chubby Stick от Clinique Он у меня сейчас на губах У меня с ним, знаете, такие отношения, люблю, ненавижу. Когда я себе его купила и начала его носить, он у меня очень сильно растекался. И я решила его отправить своей маме. И когда сейчас была у мамы в гостях, то увидела его и говорю, мам, ты им пользуешься? Она говорит, нет, он какой-то фиолетовый, непонятный, я такие цвета не люблю. В общем, я говорю, ну ладно, фиг с тобой, заберу у тебя. Забрала его у мамы и начала пользоваться. И вы знаете, он мне очень сильно понравился, но он все равно на моих кубах растекается. Так что я его просто пытаюсь намного меньше наносить, нежели наносила раньше. И кисточкой или пальчиком растираю для того, чтобы он не растекался. В общем, не знаю, почему-то меня на этот цвет потянуло. Я даже не уверена, что этот цвет самый лучший на мне. Ну не знаю, очень мне вот сейчас он прямо в зимнее время прет меня на него. В общем, такой вот это их Chubby Stick Intense. В номере, какой же тебе номер? 08 Grandest Grape. Следующий вопрос. Что из одежды ты будешь чаще всего носить этой зимой? Я в прошлом году для себя открыла свитера. Я знаю, что это звучит как-то глупо, но я вообще, если честно, не очень был человек свитеров. И у меня очень... у меня почти не было свитеров дома. То есть я вообще почти не носила свитера. Я обычно любила носить какие-то футболки, сверху них разные кардиганы, но не свитера. И в прошлом году меня потянуло на свитера. Я себе купила несколько свитеров в мужском отделе. Такие большие, массивные, классные. Прикупила себе также вот этого вот олененка. Где мой олен? Видите? Купила себе олененка. Кстати, это был мой самый любимый свитер в прошлом году. Я его протаскала, вообще не снимая. По-моему, в этом году я его уже выкину, потому что он уже немножко начинает приходить мне в нормальное состояние. Потому что он был куплен в каком-то китайском сайте. Вот, в общем, да. Моя самая любимая одежда на зиму, это однозначно свитера. И в этом году я уже себе сделала списочек, какие свитера я хочу прикупить. Так что, да, однозначно свитера. А, четвертый вопрос. Самый любимый и часто носимый аксессуар на зиму? У меня есть два аксессуара, наверное, которые их можно так назвать аксессуары. Я ношу зимой высокие гольфы дома. То есть, с гольфа до колена это единственное время года, когда я ношу дома гольфы. И также я ношу много шарфов. Например, вот этот вот шарф. Не шарфов, а такой, знаете, как платок. Вот этот вот платок в прошлом году был мой фаворит. Сколько пыли. В общем, вот этот вот, хотя он как бы такой не особо и зимний выглядит, и не такой даже, можно сказать, летний. Но вот он был однозначно моим фаворитом в прошлом году. Я бы с удовольствием носила. Это шарф Zara. Платок Zara. И да, вот это такие, наверное, два аксессуара, которые я больше всего хожу. Я не ношу, ну, в Израиле варежки и перчатки почти никто не носит. Я не ношу здесь ни варежки, ни перчатки. Шапки я здесь тоже не ношу. Только шапку ношу за границей, когда езжу. У меня есть еще моя шляпа, которую купила. Недавно я вам показывала в видео. Но пока у меня тоже не получилось ее нигде одеть в Израиле. Поэтому тоже. Ну да, вот, наверное, шарфы однозначно. Я постоянно в них зимой хожу. И вот дома в гольфах я люблю ходить. Я люблю одевать такие, вот, как я вам показывала в прошлом видео, свою вот эту вот синюю пижаму в звездочке. Через голову, в высокие носки, мои эти смешные тапки, вот так вот выруливать по дому. В общем, как-то так. Пятый вопрос. Любимый зимний напиток? Любимый зимний напиток у меня это яблочный сайдер. Наверное, вы так на русском называете? Сайдер или сидр, может быть. В общем, яблочный сайдер с яблоком и корицей. И если я где-то выхожу и куда-то мы идем гулять, и в какой-то, не знаю, там, кафе, в какой-то бар, паб, то я заказываю себе то же самое, только с вином. Дома я его делаю так. Я покупаю концентрат яблочного сока, в котором нету никаких ни химикатов, ни сахара, ничего. То есть такой концентрат. Он обычно в Израиле протяется в таких больших бодиях, ну, по-моему, ну, наверное, литра, наверное, полтора-три. В общем, его на всю жизнь потом хватает, но не на всю жизнь, пока он не испорчивается. Я наливаю себе в кружечку немножечко этого сидра с сайдером. Заливаю все это кипятком, беру пол яблока, режу его на маленькие-маленькие кубики, кладу пол яблока тоже в этот сидр, кладу или половинку палочки корицы, или у меня дома конкретно это, по-моему, как это называется, китайская корица, то она такими маленькими уже идет палочками, тогда я кладу просто две маленькие, и немножко сверху посыпаю корицу. Вот это мой самый-самый любимый зимний напиток. То же самое у нас делают в нашем местном пабе, только добавляют немножко вина. Можно и дома добавить вино, но я, я не знаю, об этом вы знаете, я не пью алкоголь почти, поэтому вино с вином я его пью только иногда, когда мы куда-нибудь ходим гулять, дома я с вином не пью, а пью просто так, и очень-очень вкусно, обязательно попробуйте. Следующий вопрос. Любимый новогодний фильм всех времен и народов? Вам скажу, что мой любимый новогодний фильм, это, конечно, с легким паром, с легким паром два, а я знаю, что за границей очень любят один дом, но, если честно, один дом в Израиле, по-моему, никогда не показывали новогодние праздники, вообще в Израиле не особо празднуют новогодние праздники, поэтому, смотря русские каналы, это, конечно же, с легким паром, ирония судьбы, это самый-самый, наверное, любимый и известный фильм, который я каждый год смотрю, как бы банально это не звучало, да-да. Следующий вопрос. Любимая новогодняя песня? Любимая новогодняя песня однозначно будет песня Марай Керри All I Need for Christmas is New. И вторая, наверное, новогодняя песня Let It Snow. Наверное, вот такие две песни. Если честно, я даже не знаю никаких русских песен в поводу новогодних праздников. Вы знаете? Я не знаю. Я даже не помню. Вот представьте, из-за памяти какая. Я не помню никаких новогодних песен. В лесу родилась елочка, но это детские песни. Это не в счет. Я ее не пела с лет семи, пока я снимаю вам все с видео, слушаю, как мой муж лежит, а в большей комнате и храпит. Он пришел с ночной смены, ждет, пока пойдем на обед, и там посыпывает. Следующий вопрос. Любимая новогодняя еда вкусняшка. Любимая новогодняя еда, это, конечно же, мясной салат. Я в Израиле почти не мясной салат, потому что здесь отвратительный майонез, и где бы я его ни покупала в русском магазине, в русском магазине просто отвратительный. Фу, ненавижу в Израиле майонез, просто не переношу его, поэтому мясной салат, я когда езжу в Латвию, езжу к маме, я всегда пытаюсь, чтобы она мне сделала мясной салат, а не оливье, может быть, я такая одна с Латвией, которая так это называет, у нас в семье это называется мясным салатом, в общем, это просто, ну, никакой новогодний столб из оливья, да, а вторая вкусняшка, которую я люблю, это я вам показывала, в Праге покупала имбирные печеньки, в Латвии есть это paper cookies, это, как они называются, печеньки с перцем, вот они тоже мне новогодние праздники напоминают, но везде здесь, в западном мире, вообще не знаю, что такое, кстати, печеньки с перцем, но есть имбирные печеньки, что они чем-то напоминают печеньки с перцем, они тоже такие, ну, как это сказать, с такими приправками, остренькие такие, в общем, это тоже очень новогоднее, что-то, что я очень-очень люблю, у меня даже дома где-то есть большое такое печенье сердце, которое я привезла с Германии как-то, но я его не ела, его просто храню, по-моему, скоро у меня плесенью покроется. И последний вопрос, который я беру с этого тага, это будет любимая новогодняя декорация в этом году, ну, конечно, мы не декорируем дом под Новый год, потому что у меня муж израильтянин, и мне вообще его было очень долгое время, нужно было научить настроить, что новогодний праздник это не религиозный праздник, потому что в Израиле есть такая, как мне кажется, миф, что именно сам Новый год это религиозно-христианский праздник, и потому многие евреи его не празднуют, хотя сам Новый год, не считая Крисмос, не имеет никакого, по-моему, отношения к религии, и дома никогда не украшали до буквально три года назад, три года назад я начала потихонечку что-то вставлять в дом, такое потихонечку учить его, что Новый год это так, мы начали как-то справлять с нашими друзьями больше Новый год, поэтому в этом году моя любимая декорация, это все вот эти огоньки, которые я сделала сзади, я вам также ставила фотку в инстаграме, как это выглядит в темноте, также свечечки, это, конечно же, декорация, а елку мы дома не ставим, ну, по таким причинам, что до елки мой муж пока еще не дожил, может быть, если мы где-то будем жить в другом, в другой стране, то елку ему тоже поставим, хотя елка обычно, да, ставится на Крисмос, и это считается каким-то знаком христианского праздника, но мне-то все равно, потому что у меня семья половина еврея, половина не еврея, а вот моему мужу это шмет где-то, поэтому мы пока только украшаем наш дом огоньками. И десятый вопрос, последний, который я подобрала от себя, и, в принципе, хотела сделать по этому поводу отдельное видео, но решила, что оно немножко уже заелось, это, что бы я посоветовала вам подарить на новогодние праздники, и, может быть, что бы я сама хотела получить? Я взяла себе этот блокнотик и все записала, первый раз, что я что-то себе записываю, потому что у меня столько было идей, и я знала, что если я не запишу эти все идеи, когда буду снимать, как всегда, куда-нибудь улетучатся. Первое, конечно, что бы я посоветовала, это духи. По-моему, праздники это самое лучшее время покупать и дарить духи. Во-первых, есть скидки. Во-вторых, просто вот тебе хочется какие-то духи, они дорогие, и мне кажется, что праздник это именно то время, когда, не знаю, семья может сложиться, и не важно кто, и молодой человек, и муж может пойти потратить и купить именно ту хотелку, которую ты давно хотела. Поэтому, мне кажется, духи это просто супер, супер подарок на праздники. Он очень и праздничный, и вкусный. Вот эти, кстати, духи мне подарили, но не на праздник, а это за то, что я с своей подружкой смотрела за ее собакой целый месяц, пока она была в Таиланде. Она мне привезла в подарок вот такие вот духи. Купила себе в Дьюти Фри и мне такие же купила. И муж, например, на наш Новый год израильский я тоже подарила духи, потому что я знала, что ему подарить. Кстати, как знать, что ваш, например, муж какие духи хочет? Я с ним хожу по магазину иногда, когда у него есть терпение со мной ходить по магазину. Я смотрю, что он нюхает, и я потихонечку, пока он отходит, фотографирую это все. И потом спрашиваю, ну что тебе понравилось? Он мне говорит, да, вот эти понравились, тебе понравились. Я просто эти фотографии, которые он говорит, что понравилось, все, что не нужно, я стираю, то, что нужно, оставляю. И таким образом, в следующий раз я знаю, что я могу ему уже приобрести какие духи, потому что он нюхал, ему они нравились. Следующий подарок, который вы можете подарить, например, какой-нибудь набор кистей для девушки, это кисти. Вы можете не обязательно набором покупать. Миллион есть наборов на разных сайтах, можно заказать. Но также вы можете пойти в магазин, который есть в вашей стране, подобрать с каждого магазина, может быть, начиная с дешевой кисти до дорогой кисти, делать какой-то набор и подарить, что это всегда будет интересно. Также можно сделать такой самонабор разных лаков, разных фирм, не обязательно одной фирмы, которая очень дорогая, или одной фирмы, которая очень дешевая, а подобрать, не знаю, 6 разных лаков и тоже красиво как-то упаковать. Тем более на праздники, не знаю, в нашей стране все на праздники красиво упаковывают, поэтому я думаю, что и в любых странах все на праздники красиво упаковывают. Подарок стандартный, банальный Метеориты или что-то в очень красивых баночках Таких упаковочках Например, как, не знаю, вот очень красивые румяшки будут от Mark Jacobs Но именно подобрать такую марку, у которой упаковка может быть такая фэнси, красивая, нофуфыренная Потому что, девушки, мы всегда вмотимся на что-то такое люксовое за красивую упаковку Может быть, платить Потому что это всегда немножко дороже стоит, а в подарок Мы всегда будем рады это получить Я бы, наверное, только вам бы не советовала дарить ни помады, ни тени, как ни странно Потому что, мне кажется, я по себе сужу, наверное Мне кто дарил тени и помады, очень часто ошибаются Потому что с помадами вообще я очень часто сама ошибаюсь А когда мне кто-то дарит, тем более ошибаюсь Тени тоже очень часто не та пигментация, не тот цвет, не тот оттенник, не то не попробовала В общем, не знаю, я бы очень дарила что-то такое, знаете, нейтральное Например, не знаю, блеск, этот лип максимайзер и лип глоу идет очень часто в сетах от Dior Что-то такое, что оно очень-очень нейтральное И в большинство случаев подойдет каждый Но не забывайте класть, я не знаю, если у вас есть В вашей стороне у нас в Израиле любой подарок Вообще любую покупку можно сделать И талон, который дает, что можно поменять, чтобы человек мог поменять И это очень важно Также девушке всегда можно подарить какие-то украшения Например, вы помните, я вам рассказывала, мне подарили эти серьги Украшения, мне кажется, это один из простых подарков Например, девочки, кто любит Пандору Если вы знаете, что у вас, у вашей девушки, у вашей подруги, у вашей мамы, у вашей сестры есть Пандора Это самый простой подарок Пойти купить какой-то красивый чармик Сейчас миллион разных классных новогодних чармиков К сожалению, в Израиле их нету По-моему, надо пойти посмотреть Но я видела за границей в Ирландии было миллион красивых разных снежинок Деда Мороза В общем, миллион разных Поэтому это просто будет фантастический подарок В общем, как говорится, открывайте свою сообразительность И я уверена, что вы найдете для девушки Это вообще элементарно, по-моему, найти подарок Для дома я хочу вам несколько подарков посоветовать У меня тут целый список Но мы быстренько пройдемся Для дома, например Что вы можете купить Вы можете сделать, например, такой сет И купить несколько разных интересных кухонных полотенчиков Положить их на какой-нибудь подносик И рядом с подносиком купить разные приправки Такие, там, крупная соль Может быть, не знаю, какой-то перчик Какая-то еще приправа Несколько приправок Мы просто такой подарок делали Семья моего мужа в прошлом В прошлого года И вот на подносике так подарить Вы можете всегда подарить постельное белье Постельное белье хорошее Стоит очень дорого обычно И оно всегда будет цениться Всегда можно подарить какую-то пижаму С какими-то смешными тапками Или теплыми-теплыми носками Можно подарить чайник Помните, я вам показывала чайник, который мы себе купили Для чая завариваться И рядом с ним положить несколько пакетиков Тоже рассыпных разных чаев Это будет тоже И, может быть, рядом печеньки Это будет очень такой новогодний подарок Например, очень банальный гаджет Подарок можно подарить За такую взбивку для молока У меня такая взбивка для молока От нашего Неспрессо Но, по-моему, они продаются Сейчас в любых формах, видах Любая ценовая категория И это будут Все будут очень рады такому подарку Поверьте, потому что мало кто пойдет И сам себе купит Только у кого нет машины кофейной Ну, эта штука взбивает молоко И с ней можно пить и горячий шоколад И какао И просто Нескафе В общем, не обязательно для этого иметь машину Но вот эта штука для взбивания молока Просто суперская Также можно подарить, например Как я вам показывала Тоже в прошлый раз Кружки со Старбакса Не знаю, подарить, купить две кружки Потому что они тоже не дешевые Рядом с этим положить Какой-то пакетик горячего шоколада И все это красиво упаковать В общем, это как-то примерно такой список моих подарков Мне кажется, просто будьте креативны Ну что ж, на сегодня было вот такое вот видео Я надеюсь, вам было интересно И вы узнали что-то новенького И может быть, мои идеи для подарков вам пригодились На следующей неделе на мой канале будет Очень особенная гостья для меня Надеюсь, у нас с них получится снять все, что мы задумали Так что не пропускайте видео на следующей неделе На сегодня все, увидимся в следующий раз Пока Всем приветики Ну что ж, вы единогласно проголосовали за третью часть видео о покупках И поэтому сегодня буду вам показывать свои покупочки Но это уже не будут не европейские покупочки А более-менее покупки с интернет